Несмотря на снегопад и небольшие заморозки последних дней, весна постепенно вступает в свои права. А это значит, вместе с распутицей и таянием снега медленно начинает таять лед на водных объектах. Это чревато различными негативными ситуациями, в первую очередь для любителей рыбной ловли, о чем и предупредили в Управлении гражданской защиты Бердска. Толщина льда и лед становятся слабой и неравномерной. И поэтому выпавший снежок, как сегодня был, он скрывает все эти полонии, проруби, трещины, а также те места, где есть талая вода. Поэтому толщина льда меняется и с каждым днем становится тоньше и тоньше. И поэтому в такие весенние периоды рекомендуется не выходить на лед, ну и тем более не выезжать. Несмотря на все предупреждения, некоторые берчане пренебрегают правилами безопасности поведения на весеннем льду и все же выходят на него. Специалисты напоминают, что наиболее тонкий лед у берега, в местах слияния рек, на перекатах и где есть сильное течение. В Управлении гражданской защиты напоминают о правилах, которые помогут спасти жизнь в критической ситуации. При проведении ловли рыбы, да, необходимо соблюдать тоже определенное правило. Нельзя собираться на большими группами людей на ограниченные площадки. Чем тоньше толщина льда, тем больше должно быть расстояние. Нельзя на ограниченном пространстве делать очень много лунок, очень близко. Это тоже и каждый рыбак должен иметь с собой при выходе необходимое средство спасения. Как правило, самое простое – это веревка 12-15 метров. По словам Василия Пономарева, все несчастные случаи на льду в это время года происходят по различным причинам. Чтобы не допустить подобного, нужно соблюдать основные правила нахождения на весеннем льду. А лучше и вовсе отказаться от посещений водоемов весной.